Морякей Морякей Моряк Pipa Вком Рейх Почему с обновленным сознанием? Потому что, представьте себе, столько лет в школе, работаю в школе, и настолько, ну, советский учитель, просто советский учитель, когда что-то говорили, что взлет и вперед. Так вот, сознание у меня совершенно стало другим с компанией «Марегин». Семь лет я работала в школе и работала в компании. Совмещала две профессии, две работы. И в течение семи лет я боялась уйти из школы и просто думала, как я уйду в них туда. Однако, уволилась я, представьте себе, в субботу, в мой выходной день. Почему? Потому что меня заставили выйти на работу. Какое право имел директор распоряжаться моим выходным с днём? И я тут же пишу заявление на увольнение. Именно потому, что, именно потому, что у меня за спиной стоял «Марегин». И, иначе, конечно, я бы, продержись я все эти годы, все эти 20 лет в школе, я бы, наверное, не знаю, к этому времени стала какой-нибудь нервной, злой, табухой и... Итак, что еще я вытащила из нашей замечательной сумки? Конечно, денежные ресурсы далеко не такие, какие у меня были в школе. Однажды, уходя в отпуск, я получила 2 400 отпускных, я учитель, 3 месяца. Это по тем временам, конечно, но это тоже был мизер для того, чтобы получить эти деньги. Вот финансовые, это совершенно были другие финансовые. Ой, 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 моя любимая, ненаглядная семья. Образование детей, вырастить, достойно дать образование своим детям, это тоже с помощью «Марегин». Я имею здесь свободный график. Я работаю, я работаю очень активно. Работаю так, как, ну, я не знаю, на предприятии не всегда работаю, но однако у меня свободный график. Я распоряжаюсь работы, планирую свои работы сама. Я вытащила помимо косметику, косметика, это, конечно, наша уникальная косметика, как это салонный уход за собой дома. И косметику, конечно же, шикарную я вытащила тоже из наших замечательных суммах. Что еще я вытащила? Я вытащила… Вот, вот она даже не лезла уже сразу. Путешествия. В молодости я много ездила по стране, чего только не повидала. И самая, наверное, яркая картинка, как от гора впадает в Енисечь. И думрудно-зеленая тундра, и воздух тундры в Горильске, которые можно вот есть, вот такой пускайный и есть. Такие замечательные были у меня впечатления. Но только с моряки я получила за конфаску. И только с моряки первой поездки в Турцию. И потом моряки отправила нас с мужем, муж тоже получил первый загранпаспорт. Именно благодаря моряки. Потому что эта поездка была подарок от компании. А потом Людмила Алексеевна нам открыла игру. И мы сейчас, без всяких путевок, сели на самолет и полетели, Людмила Алексеевна. Спасибо вам, куда хочешь. И мы объездили практически всю Европу. Ну и бриллианты. До Мэйлгей у меня, можно сказать, только одно обручальное было. Ну что там у меня конечки. Практически ничего не было. И золота. Сколько золота и бриллиантов я получила в компании. Это вот, 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 вот. Вот еще подъездка бриллиантовая. Ну и наконец, и наконец, я получила... Ой, где он у меня... Ой, я получила... Автомобиль! Ну и один. Три. Три. Я уже все прошу вас услышать. Три. Три автомобиля от компании. Многие из присутствующих здесь помнят знаменитую фразу Людмилы Алексеевны. Сейчас скажут, кто помнит эту фразу. Сейчас. Проговорите эту фразу. Проговорите. Вытащите бананы из ушей. Вытащите бананы из ушей. В этой компании дают заработку автомобилей. Помните, да? Помните, те, кто давно с компанией, это все помнят. В этой компании за работу дают автомобили. Ну что? Семь лет, семь лет. Я еще совмещала. Еще совмещала с работой. Еще семь лет я не могла уйти с работой. Вы же понимаете. Семь лет не могла вытащить, так сказать, бананы из ушей. Почему все-таки автомобиль? Я не была, я автомобилист. Я матки автомобили, как следует, не знала. А когда муж говорил, там друзья приехали на какой машине? На белой. Ну что? Ну что, кто-то понял. И поэтому я как-то, мне этот автомобиль, что, ох, на автобусе, на автобусе, появилась машина. Ну и ладно, появилась машина. Ну и хорошо, бой-то ты, ладно. Мне это было, ну, настолько все, совершенно спокойно я к этому относилась. И первый автомобиль от компании я увидела в 97-м году на сцене, на сцене, когда концертный зал России у нас, семинар был. И первым трем национальным лидерам выкатили на сцену «Вольва». Я совершенно спокойно, совершенно спокойно к этому отнеслась. Потому что думаю, ну, господи, ну это же Москва. Ну там, конечно, я понимаю, какие автомобили? Да тем более, он не прав, нет, ничего нет. Мне было вот совершенно вот-вот-вот-вот-вот, безразлично. Больше меня заинтересовала корона, королево, вот коронный дают. О, вернее, это такая красивая церемония, королевство, трон. Ой, вот это мне понравилось. Ну а, через три года, в 2000-м году, в 2000-м я сделала, да? На сцене семинара стоят семь человек. Челябинск, Людмила Корина, Тюмень, Магнитогорск, женщина, с которой я работала на лунофарике вместе. Она получает автомобиль от компании. Это было бы мне небольшое, чем я. И я поехала в МИАС создавать команду. Я тогда еще не была лидером. Создавать команду. На всякий случай, скидавайте, сфотографировала, чтобы она автомобиля. А, что насчет. Это мне правда, же, сейчас я просто... Ну вот, и еще семь лет прошло. Ой, стопка, какая-то загадочная церемония. Молодежь, послушайте меня и не повторяйте так долго. Моряки надо делать все быстро, намного быстрее, чем это делала я. Итак, что же произошло, почему бананы в ушах все эти семь лет были? Что произошло, почему я начала делать эту программу? Шмири, они мне светили. У меня в белой голени было 11 лет, как шмири. 11 лет. Я как дура. Покажу без шмири. Представляете, вот как пережить такое. Так вот, знаете, как женщины, наверное, вот заходят в магазин, да? 250-ю кофточку. Ну нафиг она нужна? Ну надо. Надо. Вот. Ну шмирь-то мне прям точно надо было. Надо было. Я делаю, например, шмиля, метаю на облаках. Все всем показывают, все рассказывают, все показывают, с которым восхищаются шмиром. А одна мне говорила, ну что? И что ты с ней будешь делать? А его продать тебе можно? Я была возмущена, я бы не душила. Через год я получаю за розу вот это вот золотое колечко с крошечным, с крошечным бриллиантиком. И тут тоже всем показываю. Вот идут восторженные, вот это компания. Польца золотые дарю. Я не могу понять, в чем дело. Почему бриллианты, бриллиантовые, усыпанные, 21 бриллиант. Слышите, нет золота. 21 бриллиант. И произвел такого впечатления, как вот это вот колечко с мизерным вот таким вот крошечным, так называемым, бриллиантом. Я бы не знала, что для наших людей это не ценность. А ценность и что-то другое. То, что вот какой-нибудь большой, можно потрогать, пощупать, только что значимое. Что называется, что называется. Ну что, я делала автопрограмму. Именно по принципу «надо». Не для езды. Потому что я получила машину и месяц ездила на такси. Машина стояла в гараже. А просто «надо». Даю скромание. Значит, надо получать. «Надо». И вот только потому, что опять нам надо, я выполнила автопрограмму. Первую автопрограмму. Ну а сейчас понятно, что уже как-то три года вошли. Мы уже сходим. Сходим три года. И каждые три года отправлялись. Сейчас это, когда четыре года полагается, когда мы планируем приступить к какому-то серьезному делу, когда все внутри дрожит от страха, когда в стране то кризис, то какие-то вещи нюрясные, непонятные, когда что-то вот все палится из рук, когда земля рушится, и не знаешь, как жить, как быть. Какая-то невидимая рука вдруг помогает нам. Вдруг вся Вселенная помогает. Только потому, что у вас появилась мечта. А эту мечту надо притворить в цели. Какая рука невидимая меня привела в то время, в девяносто пятом году в маяке. И как вы думаете, какая первая фраза была моему завучу, которая подписала меня в компанию? Никогда я работать не буду. Никогда в компании продавать. Продавать никогда не буду. Чтобы я продавала косметик. Как часто вы слышите эту фразу? И как вы реагируете в седалекость? Вот посмотрите на этого человека, который сказал мне пока куда. И вот наша работа. Без команды нет автопрограммы, это работа ни одного человека. Это работа команды. Следующие слайдеры. Это работа команды. Только работая команды, только работая придумывая, выдумывая, только завлетая, наезжая, все это делая. Это наша работа. Наша работа, в том числе и праздники. Компания за каждый шаг благодарит. Промеркнула сейчас слайд, где мы были в прошлом году, на балу в Москве. Бал «Новогодний бал» в Москве, где нам показывали, скажите, что «Призрак оперы». «Призрак оперы» – фантастический мюзикл. А в этом году мы едем на Солушку, в Радвийский мюзикл «Долушка», на «Новогодний бал». И это часть нашей работы. И это наша работа. Видите, вот это мы в празднике, это «Новогодний бал», так что нам надо. Часть работы – это посещение мероприятий, обучение. Тот, кто обучается, тот, кто не закончится, кто добьется. Конференция в Сочи. Рядом Абхазия, и в Абхазии уже тут же заглянули. Кто в этом году поедет в Сочи? Отлично, выше руки, выше руки. Наташа, чувак, где наша у меня? Маша? Здесь. Молодец, молодец, молодцы. Вот это знаменательная фотография. Здесь, смотрите, поколение, 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 поколенческий какой-то ряд. Людмила Борьева нашла в Сочи. Про бабушку Вика, про бабушку Анжела Петросян, мама и ее дочка Зариса Анпа. Следующее. Вот, пожалуйста, если вы будете делиться своим сердцем, делиться своей радостью, счастьем, обладанием, у вас будут такие же поколения и такие же автомобили. Это мы там на отдыхе, когда она убегает в медведи. А это мы прощаемся с морем. И опять работаем. Члены моей семьи тоже работают. Видите, сын пригласил своих ребят на председатуре, что вы хотите праздновать парадочек, и у вас есть джекция. Следующее. Да, аплодисменты. Это обучение, обучение, отдавали, я приобретаю в моргах, и в знаниях, и в сердце, и в голове приобретаю. Так вот, чем больше вы будете отдавать, тем больше будет откладываться в ваших головах. Это конференция, день карьеры в Челябинске, обучение, которое мы работаем под компанией. Это тоже Челябинск, и знаменитый инзиков, самый крутой фейзажист страны, фейзажисты международного уровня. Это я на конференции в том же году в Екатеринбурге, он приезжал туда. Вот, скажите, вы опять увидели вот этот слайд? Скажите, у вас изменилось отношение к реальности? Как вы теперь относитесь к нему? Никогда! Как вы будете к этому относиться? Скажите, пожалуйста. Никогда! Екатеринбург, а что если вам поставить цель? А что если ваша мечта сбудется? Не получится? А вдруг получится. А что если получится? Когда вы начнете делать свои шаги по той лестнице, где невидимая рука вам поможет, сделав первый шаг дальше, идти и идти. Я очень люблю природу родного края. Так вот, река Емизань, лимоновый гребень, и видите, какие скалы? И скалы просто фантастические. И видите плоты? Я эти плоты специально поместила эту фотографию, чтобы вы видели пропорции высоты вот этих скал. Так вот, мы немножечко в сторону от лагеря ушли, немножечко в стороне, чтобы одним быть, и слышим вечером такие попли. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Такие бопли, что вообще? Бопли, вот такие бопли. Ну и не поймем, что там вообще происходило? На следующий день, можно сделать еще плащ. На следующий день объехали к этому месту И спрашивала, что здесь вчера мысли? Слушайте, что там у нас вчера? Нам рассказали. Видите, вверху-то скалы и деревья. Так вот, к дереву на этой вершине привязали молодые парни, те, которые сплавлялись по реке, адреналин, да. И мощь, и дороги, и все есть, и все хочется, и воды, и даже молодежь, чтобы показать. Они привязали деревку вот к этим деревьям, которые наверху, а вторую камень из деревьевки, к дереву, который на берегу. И сегали на сверху скалы туда, с вот этим ровным. Во! Когда я измерила вот это расстояние, что шапка падает, что называется, мне стало страшно. У меня похолодело в животе. Я поняла, что такое я никогда делать не смогу. А потом, когда я эти фотографии просмотрю, думаю, ничего себе, как это так? Как это так? Я не смогу. А потом, когда я приступаю к очередной программе, будь то это очередной шнур, будь то это автопрограмма, мне точно так же стало сухонным. И точно так же не страшно. Только тогда, и даже раньше, когда мы идем, вот тогда мы достигаем всего. И у нас столько программ, следующий парень, пожалуйста. И у нас столько программ, столько помощников нам. Мама, скажите, пожалуйста, кто в этом квартале был звездой? Поднимите руки. Молодцы, молодцы звезды. Где еще? Молодцы, а, подзывала. Молодцы звезды. Скажите, пожалуйста, кто в этом квартале сделал красный пиджак? Скажите, пожалуйста, а кто получил шемчужину успеха? Боже, можете. Тут каждый из вас это может. Скажите еще раз, кто хочет в Сочи на конференцию научить? Поедем, поедем. А ты чего? Поедем. И там, и все остальные программы, только тогда, когда мы с замиранием сердца начнете выполнять цвета, когда тогда будет продвинуться. Вот это то, что я хотела вам сказать пару слов о том, как я это стекло... Как я нашла этот вопрос? Спасибо большое. Там есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И сейчас мы приступим к обеду. А после обеда у нас такой график будет, такое расписание. После обеда все поздравления и блок, который сделан наши именинские тренеры. Чувствия Кайкова! У-у-у! У-у-у! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы приступим к обеду. Близов и масса интересных вещей. Как говорят, как говорится, не нужна перед рекламой. Не расходитесь. Итак, сейчас обед. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...